Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и буквально через каких-то пару часов все мы ринимся в бой для того, чтобы забрать себе 50тп прототип, ну либо хеллкетом, в зависимости от того, кому что надо. Мне лично надо именно 50тп прототип. Сегодня сделаем на него абсолютно честный обзор, ну а для начала, ребят, подписывайтесь на канал прямо сейчас, помогите мне собрать 20 тысяч подписчиков, ставьте палец на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео, я стараюсь специально для вас и рассчитываю на вашу поддержку. Так вот, ребят, в абсолютно честном обзоре 50тп прототип и начнем мы с того, что многие поговаривают о том, что он похож на проходника, 50тп тишкевичем. Кстати, давайте для того, чтобы экономить время, так и будем называть их проходной и прототип, так будет немножко проще. Так вот, у проходного все-таки отличается корпус и отличается он существенно. Здесь корпус вступленный, ну а что касается прототипа, то он исполнен в форме щучьего носа. К чему это приводит? Давайте посмотрим на модели, которая показывает броню во всех возможных проекциях. Что касается прототипа, как вы видите, щучий нос, это, конечно, очень классно. Что касается верхних бронелистов, здесь хорошая классная привиденка. Но, ребят, слабыми зонами является вот этот вот пятачок, как у свинки, находящийся прямо в центре танка, он не такой уж и маленький, и брони здесь практически нет. Плюс к тому, если вы будете расторговывать нижним бронелистом, тоже особого счастья не сыщите, потому что здесь, с учетом привиденки, даже если вот так вот прям становиться, даже 150 не набирается. Короче говоря, пробивать будут вот сюда, пробивать будут сюда. Что касается башни, она неплохо забронирована, дальше уходит в привиденную броню, и это действительно неплохо. Если вы посмотрите на проходную машину, то проходная машина, во-первых, выше по размерам, ее силуэт гораздо выше. Есть комбашни, которые гораздо лучше выцеливаются. Ну, по броне башня сама довольно-таки неплохая. Что касается корпуса, то верхний бронелист здесь имеет тоже хорошую привиденку. Есть тоже вот такой вот пятачок, но обратите внимание на уровень бронирования данного пятачка, за которым сидит мехвод. Ну и, соответственно, обратите внимание на передний бронелист. Нижним я его назвать не могу, он просто спереди вот так вот стоит. И здесь действительно брони побольше, чем у нашего прототипа. Ну, прям совсем заметно. Действительно полной практически копией данной машины проходной был регрессор. И здесь очень много от проходной машины, я бы сказал, практически все. Единственное, что он еще и хуже был забронирован. Передний бронелист был совсем картонный. Ну, короче говоря, танковать здесь особо нечем было. Что касается сравнения данных машин двух, то если у прототипа у нас идет с учетом досылателя 2300 единиц ДПМа, то 2260 у проходной машины. Ну, согласитесь, разница не сильно большая. И тот же самый Риттер по отношению к вафле существенно преобладал в отношении настрела. И этим он очень сильно понравился многим игрокам. По пробитию у прототипа меньше пробития на 4 единицы. Я не считаю это существенным и думаю, что особой разницы мы не увидим. Что касается альфы, то разница в 20 единиц тоже не сильно кусается. Но в целом, ребят, все вот это вот приводит к тому, что ДПМ типа немножечко выше. Действительно ли настолько критично? Нет, я так не считаю. Перезарядка более комфортная, более приятная, мне кажется. Но опять-таки полсекунды ни вашим, ни нашим возможно где-то как-то будет ощутимо. Но опять-таки меня терзают смутные сомнения. А вот в чем у меня сомнений нет, так это в том, что данная машина действительно круче проходника. Тем, что у нее очень бодрая скорость движения вперед. 48 километров против 36. Это целых 25 процентов. И именно в этом фишка прототипа. Не в ДПМе, не в скорострельности, не в точности орудия. А именно в ее подвижности. В возможности занимать необходимые позиции. Подкатиться туда, куда надо. Машина досталась всем кровью, потом, слезами, когда была в прошлый раз в клановом ивенте. И при этом всем за последнее время ее покатали 323 игрока. Я считаю, что это довольно-таки немало. А процент по победам составил целых 59 процентов. Это действительно очень крутой показатель. С учетом того, какое количество игроков играло на данной тачке. Хотя, с другой стороны, скорее всего, с учетом сложности получения данной машины в прошлом ивенте, данной машиной обладают очень рукастые танкисты, которые умеют применять все, что угодно. В том числе и палку-копалку. И даже если не взяли с собой боекомплект, то все равно всех победят и забьют всех просто стволом, в котором нет ни одного снаряда. Что касается ТТХ, которое можно посмотреть непосредственно в игре. Как видите, в принципе, все то же самое. 11.6 перезарядка, 2.276 по ДПМу, установлено оборудование амуниция. Время сведения не очень приятное заявленное, но мы на него сейчас посмотрим непосредственно в бою. Но что касается разброса, то заявленная цифра приятная, но опять-таки именно в катке ее стоит заценивать. 246 пробития в целом достаточно, если что, можно засадить подкалиберный снаряд в кому-нибудь, в бортину. Ну а понятное дело, что лучше бить спереди, потому что по бортам 246 пройдет по вашим соперникам абсолютно спокойно. Что касается урона 440, в целом нормально, плюс-минус, но все-таки долговатое время перезарядки, мне кажется, было бы лучше, если было пободрее. Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 8, это действительно на данной машине более-менее комфортно. Это не минус 6 у ИСов. Ну что, поехали, попытаемся регрессора выкатить из ангара и посмотреть, на что он способен в реальном бою. Ну что ж, ринулись. Сам ума не приложу, почему я его назвал регрессором перед заходом в бой. Наверное, потому что машины действительно визуально очень сильно похожи, но все-таки играются они немножко по-разному. Все-таки прототип поинтереснее будет, как минимум из-за наличия у него хорошей приведенной брони и из-за возможности нормально прятать нижний бронелист и при этом оставаться с хорошими приведенками в верхних бронелистах. Что же касается остальных показателей по результативности, по настрелу и всему остальному, машины ну прям совсем очень сильно похожи. И найти там будет отличия, действительно, как в стандартной игре, найти 10 отличий на двух одинаковых картинках. Что касается времени сведения, как видите, 4 это очень-очень долго и действительно доставляет дискомфорта в игре, хотя есть такие тачки, у которых 4 секунды времени сведения это вполне себе нормально и играбельно. Что касается точности, при полном сведении все нормально, все окей, действительно можно выцелить и в целом можно быть результативным даже на дальних расстояниях. Скорость полета снаряда, я бы не сказал, что сильно бодрая, на дальних расстояниях ты, ну не то чтобы прям видишь, как летит твой снаряд, но в то же время упреждение определенное давать придется, если вы хотите быть прям совсем точным снайпером. Что касается разброса, разброс вполне себе нормальный, 3,5 заявленные и в целом играются как стандартные 3,5. То есть никаких абсолютно удивлений не бывает, играя в отношении разброса, но когда играешь без полного сведения, то как сейчас показал выстрел по ВК-4502А, орудие довольно-таки часто косит и я бы не сказал, что является прям совсем точным орудием. Мне нравятся такие точные орудия, при которых я могу начать сводиться, выстрелить и уже попасть туда, куда необходимо. Ну а такая игра, да еще и с таким сведением, я бы не сказал, что является прям супер приятным процессом, но ко всему привыкаешь и если поиграть хотя бы 10 каток на данной машине, если прям совсем задаться такой целью и захотеть покорить данную машину на все 100, то можно вполне спокойно чувствовать интуитивно, сколько времени что занимает, ну и соответственно пользуясь этими знаниями, заблаговременно выезжать, заблаговременно начинать сводиться. А теперь, ребят, отправляем товарища в ангар и обратите внимание, когда уже мы освободились, он не смог нас пробить, не смог нас пробить по верхним бронелистам, ну и главное прятать нижний бронелист, тогда действительно будет счастье. Два фрага уже на нашем счету, не знаю, осилю еще третий или нет, что касается настрела, то посмотрим обязательно по результатам боя. Но скажу откровенно, забегая наперед, машина вот так играется практически постоянно и это постоянство меня в чем-то даже радует. Почему? Да потому что я не хочу, чтобы у меня каждый бой вызывал какие-то новые удивляющие меня ощущения и какие-то новые абсолютно переживания. Я четко знаю, что я заеду в бой, я четко знаю приблизительный результат, который я за него получу, ну и соответственно я четко понимаю, что мне необходимо сделать для того, чтобы максимально реализовать данную машину. Это постоянство, оно даже в чем-то немножко успокаивает. Смотрим на результаты боя, ну и давайте будем подбивать итоговую финальную черту. 2850 единиц настрела, два уничтоженных соперника и при этом всем знак классности только третьей степени. Что касается фарма, это вообще не фармер, забудьте об этом слове, потому что коллекционные машины, они в принципе не предназначены для того, чтобы не фармить. На них необходимо играть просто ради удовольствия. Так вот, ребят, с учетом прем-аккаунта 59 тысяч, ну а без него было бы 36 600. Короче говоря, к фармерам машину не относим однозначно. Что касается результативности машины в отношении всей команды, то обратите внимание, жесткое первое место с существенным отрывом. И он действительно на это способен. В этом прелесть данной машины, и именно поэтому я думаю, что запотеть в клановом ивенте, для того, чтобы забрать себе такую коллекционку, на которой можно будет периодически выезжать чисто ради фана, а возможно и выполнить какие-нибудь боевые задачи, идея очень даже таки себе неплохая. Я лично планирую данную машину забрать и очень сильно надеюсь, что мой клан меня не подведет. Всем спасибо за просмотр, всем побед, всем забрать себе М50ТП прототип, если он вам нужен. Ну а еще, ребят, буду очень благодарен, если вы оцените мои труды своими лайками, комментариями и подпиской на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.